С начала февраля в Твери и Калининском районе начнет свою работу новая транспортная система. На улицы выйдут автобусы с символикой Верхней Волжья. Каких изменений стоит ожидать жителям областной столицы, расскажем в нашем следующем сюжете. Практически каждый житель региона хочет передвигаться по городу и области безопасно и комфортно. К маршруткам, на которых сейчас передвигается большая часть граждан, возникает немало вопросов. Несправные машины, неработающие валидаторы, отсутствие проезда по СПБ. По новой модели пассажирских перевозок будет действовать льготный проезд. В течение первого переходного месяца для льготных категорий граждан будет действовать привычный единый социальный проездной билет. С 1 марта порядок предоставления льгота изменится. Проезд будет предоставляться по электронной социальной карте жителя Тверской области, либо по электронной бесконтактной банковской карте. При этом стоимость останется прежней 302 рубля в месяц. Если у вас есть банковская карта на основе платежной системы МИР, вам необходимо обратиться в отделение социальной поддержки, где вас зарегистрировали в нашей автоматизированной системе. И вы можете спокойно пользоваться льготным проездом. Если у вас нет такой банковской карты, вам необходимо обратиться в любое отделение Сбербанка с паспортом, где в течение 10 дней вам эту карту изготовят. Далее также необходимо зарегистрировать банковскую карту в автоматизированной системе учета поездок в Центре социальной поддержки населения. Сейчас идет набор водителей для работы в рамках новой модели пассажирских перевозок. На сегодняшний день на работу принято более 100 человек. Автобусы будут работать на маршрутах с 5 утра до полуночи. Интервалы движения составят в среднем 4 минуты в отдаленных районах от 5 до 15 минут. Если исключить тот вопрос, что планируется отсутствие погони за пассажиропотоком со стороны этого перевозчика, так как это будет единый агрегатор, автобусы будут ходить по расписанию, то в первую очередь скорость и порядок движения этого автобуса должны повлиять на снижение количества ДТП и соответствующие опасности для пассажиров и окружающих транспортных средств. В город выйдут новые низкопольные автобусы экологического стандарта Евро-5, оснащенные современным навигационным оборудованием, устройством бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле. Всего на первом этапе будет функционировать 85 маршрутов 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!